Здарова народ! Приехал такой вот агрегат ко мне на обслуживание. Сейчас его разбираю, ложейку скинул, ничего там интересного нет. В чем заключается суть? В общем, эта воздушка была приобретена тоже через нас. Постреляла все отлично, все шикарно, потом где-то полгода, наверное, она лежала, и после чего перестала она почему-то стрелять. Но мне сказали, что в нее там вроде как пуль затолкали, их как-то потом вытолкали, вроде бы как. И действительно, сейчас у нее вроде бы все открыто, все пережимки открыты, то есть все перепуски открыты, но почему-то сильно упала скорость. То есть вместо положенных 270 она выдает всего 180 километров в год. Сейчас вот будем разбирать, смотреть, изучать, с чем это связано. Я все перепроверил, то есть действительно, да, так и есть. Скоростные характеристики довольно-таки просели. С чем это связано, мне пока что непонятно. Но я думаю, сейчас мы с вами довольно быстро... Так, камера включает, включим, включим все. Сейчас мы с вами это все довольно быстро изучим, с чем это может быть все дело связано. Так, это у меня... Чтобы не перепутать, что, от чего, куда и где. Сегодня у меня немножко времени есть. Вот день обслужки. Короче говоря. То есть и по клиентским винтовкам, и по заказам. Сейчас, конечно, сроки у нас немножко увеличены. Связано это, во-первых, с потоком. В основном ремонт, конечно, идет. То есть не наших изделий, а сторонних. Но, тем не менее, то есть что есть, то есть. Вот. И здесь еще, кстати говоря, я... Почему вот этот вот монолог-то завел? Пока вот меня в камере нету. Также владелец непосредственно данной воздушки говорил мне то, что мы пробовали, говорит, закачивать в нее больше воздуха, чтобы побольше была энергия. Я уже рассказывал о том, что это действие довольно-таки ненужное. Потому что если мы закачаем сюда больше воздуха, у нас, наоборот, скорость будет меньше. Потому что это прямоточная система. Работает она очень просто. В резервуаре, вот в этом, у нас закачан воздух под определенным давлением. Среднее рабочее давление, которое я делаю, это 200-210. То есть с этого давления мы начинаем стрелять, и где-то до 130 у нас нижняя точка идет. Соответственно, чтобы вот это давление у нас потихонечку выходило, у нас что происходит? У нас бьет по клапану ударник. Так вот, вот этот вот ударник, он имеет такое свойство, что он бьет именно с одной силой. Всегда. И, соответственно, если у нас больше воздуха закачано в резервуаре, то на клапан, с другой стороны, давит довольно-таки сильное количество этого воздуха. Проще говоря, сила давления увеличивается. И ударнику значительно сложнее пробить вот этот вот клапан. То есть он по нему бьет, резинки сейчас поменяем, по нему бьет с определенным усилием. Соответственно, то есть давление должно быть непревышенное. Это вот я... Так вот, небольшой ликбез. Мало ли кто-то думает, что это как автомобиль, да? Чем больше солярки заправишь, тем дальше уедешь. Нет, здесь все немножко по-другому. Это если бы была... Она редукторная. Редукторы есть, кстати говоря, к этим винтовкам, но они абсолютно бессмысленны. Во-первых, объем занимает лишний в резервуаре. Во-вторых, то есть, ну, качать выше нормы, это тоже не есть хорошо. Так, по... 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 Поэтому по регулятору все нормально. Так, сейчас разберем, снимем. Где у меня отвертки-то все. Пружинку непосредственно саму. Да, это крал еще... Какого у нас года-то? 21-го, май месяц. То есть, не первой свежести, так скажем. Так, и поглядим, что у нас тут в перепусках. Нет, здесь все чисто, все чинно благородно. Значит, скорее всего, проблема именно у нас идет в резервуаре. Сейчас еще скинем ударничек, посмотрим. Так, ладно, до этого я потом доберусь. Сейчас травлю резервуар, чтобы времени занимать. И к разобранному резику уже вернемся. Ну, а вот и найдена причина. Вытаскиваю клапан, имеем вот такой вот элемент. Как он еще не пропускал, это прям очень-очень интересно. В общем, видно то, что ножка клапан отломилась. Застряла в пружинке поджимной. И тем самым дала нам вот такой вот результат. Но она отломилась именно в пайке, всклейке своей. В общем, клапан под замену. И воздуха будет работать. Поменял кое-где резинки. Короче говоря, поставил еще, ну, почистил, посмотрел резервуар. Отдефектовал ствол, сделал полную чистку. Ну, винтовки уже год, то есть у нее здесь, получается, первое ТО такое. В общем, в чем была причина? Как мне владелец рассказал, застряли несколько пулек в стволе. В общем, пробовали их вытолкнуть. Вроде вытолкнули, вытащили их каким-то образом. И были попытки задуть в резервуар давление побольше. То есть, ну, понятно, сделал сейчас пустой, он разобранный. Его тоже, кстати говоря, обслужил. Задули давление побольше и по незнанию, по неопытности. Хотя я в каждом ролике своем говорю, то что перекачка это плохо. Я вам сейчас покажу, почему. Попробовали протолкнуть их, то есть, как бы большим воздухом. По итогу просто получилось то, что сломали клапан. Клапан, и так, это довольно хрупкая штука. Украла. Я пока что никаких аналогов не смог подобрать. Которые популяризированные, ну, мягко говоря, меня они не устраивают. Кстати, если кто-то делает похожие клапана, можете при желании прислать на тест. Посмотрим, поэксплуатируем, потестируем. Будут отзывы, если действительно рабочие клапана, получите хорошую клиентскую базу. Пока что, ну, никаких аналогов, вот, за исключением родных клапанов нет. Ну, это расходник, то есть, имейте в виду, что произошло. То есть, у нас клапанок, соответственно, зажат вот этой вот пружинкой. Ну, заднюю часть сейчас не буду ставить. Здесь мы с вами надули большое количество воздуха. Здесь у нас по нему колотит ударник. И здесь его давит, давит очень сильно воздух. То есть, у нас клапан зажат не только вот этой пружиной, но еще и сильным давлением воздуха. Удар приходится именно на шток клапана. Соответственно, у нас вот эта часть зажата воздухом, плюс пружиной. И у нас вот эта вот часть инертно бьет по задней части клапана. Происходит вот такой вот отлом ноги. Он происходит и со стандартными давлениями, но, тем не менее, это очень сильно ускорило именно вот этот вот процесс. Кстати, иногда спрашивают, почему бы просто его, допустим, ну, не склеить. Все это ерунда, отламывается буквально там после второго-третьего раза. Ну, просто потому что здесь давление совершенно, как бы, ну, такие другие. Ну, и плюс вот этот инертный удар, он просто как хрустик ломает вот эти вот все клеи и прочее остальное. Также при проломе клапана происходит, допустим, вы выстрелили и слышите шипение какое-то из ствола у вас пошло. Значит, у вас отлетела задняя часть, и воздух пошел отсюда просачиваться непосредственно в пробку резервуара. И уже из пробки резервуара он пошел по стволу. Соответственно, он шипит. Здесь же в данном случае происходило, что, то есть, ножка отломилась, давлением задавило вот этот шток обратно. И при ударе ударника у нас вначале инертно отодвигался шток, после чего частично отодвигался клапан. То есть, это получилась такая резиновая растянутость. Поэтому скорость была очень-очень низкая. Голову морочить здесь не стоит, просто нужно, нужно, так, я уже живого уже принес. А, да, нужно поставить клапаночек другой, родной. Ну, к сожалению, альтернативы им пока что нету. И все собрать на место, просто заново настроить. То есть, вот точно такой же абсолютно новый клапан. Мы его сейчас немножко притрем, установим, соберем. И все, я думаю, у нас будет прекрасно, шедеврально работать. Ну, и также поменяем пружинку. Вот, я приготовил новую пружинку, старая. Видно то, что она уже здесь села. Ну, видно, да, насколько просадка идет, разница. Как я и говорю, я все делаю на родных пружинах. Не надо здесь никаких лютых пружин, на новых воздушках. Все это прекрасно делается, строится. То есть, вот это вот один на три пружинки, ее вообще за глаза вообще хватает. Блаболить больше не буду, сейчас все соберу. И, в принципе, вам уже покажу, что по итогу получилось. Ну, финальная сборка подходит к концу. Так, куда я эту пружинку положил? Так, это старая. Да, это старая, это новая. Все, ее ставим. Теперь нужно ударник спустить плавненько, чтобы он на нас не ударил по клапанку. Вот таким вот образом зажимаем все это дело. И гаечкой все это дело закручиваем. Тринг, 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 тринг. Все, сейчас будем это дело пока в нулях оставим. Воздуху я уже предварительно задул. Резервуар у нас держит. 180 нам этого хватит. Сейчас переключимся на хрон и посмотрим, что она у нас покажет. Далеко бегать не будем. Нам, в принципе, чисто настроиться. Как я и говорил, под 2,2 стандартные. Ну, чтобы мне возле камеры не танцевать. Я думаю, все видят. 2,2. Их же будем тестить. А, забыл модер накинуть. А то будет больно громко уж. Годится пойдет. Взвод мягчайший. Ну, как и у стоки. И смотрим. О, сразу мы уже в нужном диапазончике. Еще одну. Так, давайте еще одну. Так. Что-то она вниз ползет, да, у нас? Подовлеку. Мошка у паночек притирается. Он же у нас новый. Ага. Ну, небольшая разница есть. Вообще, еще и ствол не освинцован. Он же чистый. Ну, в общем, я сейчас с запасом еще дам полоборота. И все будет готово. Ну, полоборота делаем. Чтоб чуть-чуть пробка зашла. И все. Больше мы ее трогать не будем. Как говорю, родная пружина. Позже большой здесь не нужен. Все работает прекрасно, шедеврально. Взводик как был мягенький. Он так и остался. Сейчас заводить не буду. В принципе, воздухо готово. Сейчас мы ее оденем в одежку. И все. Можно забирать. Все. Прикинул в одежку. Мне даже, в принципе, не нужно искать, какие здесь, под что она была сделана, заготовлена. Потому что это изделие заказывали через нас. Все вот эти вот номера, которые вот здесь написаны у нее, я их дублирую. Они у меня все прописаны, записаны. Я знаю под что она, кому, чего и как готовилась. Ну, тем более, здесь так получилось, что неподалеку, так сказать, ну как неподалеку, километров 200, проживает непосредственно заказчик, он мне ее сам привез, оставил, я ему все сделал. То есть, он приедет, заберет готовое изделие. Все. Сейчас накидываю сошки, пакую и можно забирать. Еще раз, на всякий случай напомню, перекачка это плохо. Если вы заказываете через нас, воздушки, то какие у вас рекомендации были даны, теми и пользуйтесь. Хотите что-то порисковать, попробовать, то есть, ну, ради бога, пожалуйста. В принципе, в любом случае, если что, это исправим. Но, тем не менее, не нужно ожидать от того, что это будет как 50 BMG. На этом у меня все. Всем до новых встреч. Увидимся.